Севастопольские студенты в честь Дня флаг России отправились в автопробег. В акции приняли участие порядка 40 человек на 9 машинах. Стартовала колонна с площади Ушакова. Далее молодые люди проследовали на самую южную точку Крыма – мыс Сарыч. Там запланирована встреча с общественниками из Ялты и обмен сувенирами. Подобная акция стала традиционной. Она проводится второй год подряд. В 2015-м в крайних точках города установили символичные пограничные столбы. В каждой крайней точке мы установили пограничные столбы, где указали расстояние и направление до крайних точек нашей большой страны и до столицы нашей Родины. Сегодня, в этот день мы решили, что кроме табличек до крайних точек России, мы на эти же столбы каждый год будем крепить что-нибудь еще. И в этом году мы прикрепим туда табличечки «Молодежь Севастополя» и «Молодежь Ялты». В честь праздника в Севастополе стартовала и патриотическая акция «Российская ленточка». В Нахимовском районе волонтеры молодежных центров поздравили сотрудников администрации, а также жителей и гостей города с Днем флага России. Раздавали всем желающим ленточки-триколоры. Прохожие автомобилисты с благодарностью принимали поздравления с праздником и символический флаг в виде ленты. Сегодня мы все прекрасно знаем, что 22-го числа у нас отмечается государственный праздник День флага России. Участие у нас самое непосредственное, оно запланированное. Проводит его местная администрация Нахимовского муниципального округа. И, конечно же, помогают нам волонтеры, помогают нам очень активные жители нашего района, молодежь в основном и студенты. Я приехал сюда в Севастополь отдыхать, у меня здесь родня живет, явился участником этой акции проводимой, я так понимаю, какой-то из общественных организаций. Мне кажется, это интересно. Я думаю, что многие россияне знают о том, какой сегодня день, что День государственная флага. Ну а те, кто вдруг, если об этом забыли, то, думаю, вот такая символика позволит, напомнить об этом, наверное, как-то. В необычном формате провели акцию «Виват российский флаг» сотрудники Центральной городской библиотеки имени Толстого. Действия перенесли из читального зала на улицу, где каждый желающий мог присоединиться и стать участником мероприятия. По мнению библиотекарей, самая интересная и познавательная часть – историческая. Вообще об истории флага мало что знают. Ну, например, что самым первым флагом это была икона. Вот, я думаю, что мало кто об этом догадывается. Ну, а дальше вообще история флага развивалась очень интересно. У нас было много флагов, как показывает вообще история. То есть и Андреевский, который вот вернулся снова обратно к нам. Ну, вы знаете, так вот не рассказать. Это надо просто прийти и послушать. Вторая часть – викторина. Севастопольцам и гостям города предлагали ответить на вопросы. Что такое триколор, флаги каких европейских государств похожи на российский и другие. Подарок за правильный ответ – книга. Очень много можно узнать, вопросы все-таки задают, которые важны. Каждый севастополец должен знать. С праздником! Ждем государственного флага, дорогие севастопольцы и все россияне! Наталья Двойтина, информационный канал Севастополя.